Издательство Бомбора. Океан книг. Мари Кондо. Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни. А вам когда-нибудь приходилось лихорадочно заниматься уборкой только для того, чтобы обнаружить, что вскоре ваш дом или рабочее место снова загромождается мусором? Если да, тогда позвольте мне поделиться с вами секретом успеха. В этой книге я подробно рассказала, как привести ваше пространство в порядок так, чтобы это изменило вашу жизнь навсегда. Скажете, невозможно? Это обычная реакция и неудивительно, учитывая, что каждый из нас по меньшей мере один раз, если не множество раз, испытывал на себе эффект обратного действия после уборки своего дома. Метод Кон-Мари прост. Это остроумный и эффективный способ победить захламленность навсегда. Начните с избавления от мусора. Затем организуйте свое пространство тщательно, полностью, за один раз. Если вы возьмете на вооружение эту аудиокнигу, то больше никогда не вернетесь к захламленности. Сокращая количество своих пожитков путем уборки, вы придете к тому моменту, когда внезапно поймете, сколько и чего именно вам нужно. Вы почувствуете это так же отчетливо, как если бы у вас в голове щелкнул невидимый переключатель и скажете «Ах, это как раз то количество, которое мне нужно, чтобы жить комфортно. Это все, что мне нужно, чтобы быть счастливым. Больше мне ничего не нужно». Удовлетворение, которое вы испытаете в этот момент, почти осязаемо. Я называю его точкой-хилчка. И вот что интересно. Когда вы минуете эту точку, вы обнаружите, что количество принадлежавших вам вещей больше не увеличивается. И именно поэтому вам никогда не будет грозить эффект обратного действия. Точка щелчка у каждого бывает разной. У любительницы обуви она может находиться в районе ста пар, а книголюбу может быть ничего не нужно, кроме книг. У некоторых людей, вроде меня, удобной домашней одежды намного больше, чем выходной. А другие предпочитают дома ходить голышом и поэтому не имеют вообще никакой домашней одежды. Вы бы не поверили, узнав, сколько людей относятся к этой последней категории. Приведя свой дом в порядок и уменьшив количество пожитков, вы увидите, в чем заключаются ваши истинные ценности. Что по-настоящему важно для вас в жизни. Но ради этого не стоит углубляться в изучение методов сокращения числа вещей или их эффективного хранения. Вместо этого выбирайте только те вещи, которые дарят вам радость, и наслаждайтесь жизнью соответственно своим собственным стандартом. В этом и состоит истинное удовольствие уборки. Если вы еще не добрались до точки щелчка, не переживайте. Значит, процесс сокращения еще не завершен. Подходите к этой работе с уверенностью в своих силах. Выбирайте те вещи, которые вызывают радость, когда вы к ним прикасаетесь. Не бойтесь выбросить слишком много. Настанет момент, когда вы поймете, сколько именно вещей вам нужно. Многих людей озадачивают такие туманные критерии, как вещи, от которых вас охватывает трепет удовольствия или точка щелчка. Большинство других методов предлагают четко определенные измеряемые цели, например, семь пиджаков и десять блуз – идеальное количество. Или выбрасывайте по одной вещи каждый раз, когда покупаете что-нибудь новое. Но я полагаю, именно по этой причине такие методы и приводят к эффекту обратного действия. Даже если эти методы и приводят к временному упорядочиванию пространства, автоматическое исследование критериям, предложенным другими и основанным на их ноу-хау, не будет давать положительного эффекта. За исключением тех случаев, когда их критерии случайно совпадут с вашими собственными стандартами относительно того, что правильно. Только вы можете знать, какого рода обстановка делает вас счастливыми. Если вы хоть немножко испытали этот метод, вы уже должны были осознать, что не так трудно выявить вещи, которые дарят вам радость. В тот момент, когда вы прикасаетесь к такой вещи, вы уже знаете ответ. Гораздо труднее решиться выбросить что-нибудь. Мы приводим всевозможные резоны, чтобы этого не делать. Например, я не пользовалась этой кастрюлей весь год, но… Кто знает, возможно, она мне когда-нибудь понадобится. Или это ожерелье, которое подарил мне бойфренд, очень нравилось мне в то время. Но когда мы по-настоящему докапываемся до причин, по которым не можем с чем-то расстаться, есть только два объяснения – привязанность к прошлому или страх перед будущим. Привязанность к прошлому и страх перед будущим управляют не только тем, как вы отбираете вещи, которыми владеете, но и представляют критерии, по которым вы делаете выбор во всех остальных аспектах своей жизни, включая ваши отношения с людьми и вашу работу. Когда один или другой из этих шаблонов мышления затрудняет нам процесс выбрасывания вещей, мы не можем понять, что нам на самом деле нужно сейчас, в эту самую минуту. Мы не можем точно сказать, что нас удовлетворит или что мы ищем. В результате мы увеличиваем количество ненужной собственности, физически и психологически хороня себя в избытке вещей. Лучший способ выяснить, что нам на самом деле нужно – избавиться от того, что нам не нужно. Для этого больше не требуются поездки в далекие страны или безудержный шоппинг. Все, что необходимо сделать – исключить то, в чем нет необходимости должным образом, подойдя к каждому предмету, который вам принадлежит. Иными словами, чем скорее мы разберемся со своей собственностью, тем лучше. Если вы собираетесь привести свой дом в порядок, сделайте это сейчас.